Если у вас есть возможность и желание помочь людям, попавшим в беду, вынужденным покинуть свои дома в связи с реальной военной угрозой, то, пожалуйста, приносите продукты и вещи в пункты приема гуманитарной помощи. Помогают, дают жилье, но прежде чем заселить, у каждого гостя взяли ПЦР-тест на ковид. До сих пор в приоритете у области здоровья людей. По предварительным прогнозам, ситуация с заболеваемостью будет улучшаться. В марте, вероятно, отмена QR-кодов и выход школьников с дистанта. Окончательное решение озвучат ближе к весне, пока стараются всеми силами поднять первичное звено, исполняя в том числе поручения Михаила Мишустина, который в прошлом году дал указание улучшить материально-техническую базу больниц, отремонтировать поликлиники, выделив на это дополнительные средства из федерального бюджета. В целях закупки 154 единиц оборудования, медицинских изделий для областной детской клинической больницы предусмотрено было 203 миллиона 991 тысячи рублей. На сегодняшний день законтрактованы все 154 единицы. Дети – наше будущее, поэтому ведется активная работа и по реализации нас проекта «Демография». За последние годы открыто пять детских садов. Продолжается строительство еще двух учреждений дошкольного образования в Ульяновске и Корсунском районе. Уделяют внимание и пенсионерам. Также для граждан старшего поколения продолжается строительство нового жилого корпуса в селе Водорадске Барышевского района в Ульяновской области. Это позволит увеличить мощность действующих учреждений на 270 мест, а также увеличить число рабочих мест на 162 штатных единицы. Нет, эти-то мероприятия – это хорошо, что мы проводим. Я к тому, что нет пока у нас тенденции на улучшение этой ситуации. Мы катимся вниз, вымираем, поэтому надо всем очень серьезно подключаться и серьезно работать. Для улучшения уровня жизни работать нужно по всем направлениям. Увеличение заработной платы, современная инфраструктура, досуг в том числе для молодежи. В сфере ЖКХ тоже важно навести порядок для комфортной жизни в нашем регионе. Вопрос водоснабжения, например, на карандаше у ответственных. Качество услуги по холодному водоснабжению улучшено почти для 190 тысяч жителей региона. При этом в 23 населенных пунктах численностью населения более 10,5 тысяч человек полностью решена проблема с водоснабжением. В 2021 началось строительство и реконструкция сетей водоснабжения за 266 миллионов рублей в Чердоклинском и Инзинском районах. В этом году работы продолжатся и в других муниципалитетах. Дополнительные средства уже выделены. Маргарита Матюшинская, Сергей Рябухин, репортер 73.